Всем привет! Поговорим про циклы. Циклы – это очень важная и неотъемлемая часть мажоржом. Каждый цикл отвечает за свою работу. Контроль функционирования циклов находится во вкладке «Сервис». Список циклов представлены в табличном виде. Здесь мы можем визуально останавливать, запускать и перезагружать циклы. Каждый цикл отображает временную метку. Если временная метка отсутствует, значит цикл остановлен или завис. На случай сбоя в мажордом предусмотрена функция автоперезапуска падения циклов. Автоперезапуск падения циклов произойдет через 30 минут. Но если вы остановили цикл вручную, то данный цикл будет исключен из списка автоперезапуска. Если вы запустите цикл вручную, то данный цикл добавится в список автоперезагрузки. Посмотреть логи работы циклов можно здесь. Все циклы находятся в объекте «Мой компьютер». Некоторые свойства циклов имеют временную метку, а некоторые свойства циклов отвечают за запуск, остановку или перезагрузку циклов. На примере покажу как остановить и запустить цикл вебарс через объект «Мой компьютер». Теперь, зная как это работает, можно создать сценарий с кодом. На блокноте я собрал несколько вариантов кода для запуска, остановки и перезапуска цикла. Для примера я создам сценарий. Один сценарий с кодом, который остановит циклы, а второй сценарий с кодом, который запустит циклы. После запуска сценария в разделе «Сервис» мы можем увидеть, как указанные мною циклы остановились или запустились. Итак, зачем я поднял эту тему, спросите вы. Перед тем, как я ускорю автоперезапуск циклов, у вас должно быть понимание, зачем это нужно. Как вы знаете, что основной цикл в «Можордом» – это базовый цикл системы, который обновляет системное время, а также отвечает за работу объектов класса таймер. Если сценарий привязан к конкретному времени, то при падении основного цикла и пропуска этого промежутка времени, данный сценарий не запустится, не будут работать сумеречный и ночной режим. Хочу обратить внимание на то, что если упадет цикл обновления статусов состояния системы, то данный цикл не будет обновлять метод CheckState, который в свою очередь проверяет запущенные или остановлены основные циклы. Откроем метод CheckState объекта «Система». Это базовый код без изменений. Здесь мы немного подкорректируем. Вставим код, который в случае падения основного цикла, сделает перезапуск основного цикла через 2 минуты. Этот код отвечает за запуск и перезапуск цикла. Здесь мы указываем время, через сколько минут будет произведен перезапуск цикла. То же самое мы сделаем с циклом опроса устройств и циклом, обеспечивающим обновление веб-переменных. Только укажем перезапуск цикла через 3 минуты. Таким образом мы ускоряем перезапуск цикла, не дожидаясь, когда система перезапустит цикл через 30 минут. Когда мы это сделали, то необходимо проверить, как работает перезапуск цикла. Будем имитировать падение цикла. Делается это так. Остановим основной цикл и перейдем в класс «Мой компьютер». Скопируем временную метку другого цикла и вставим это значение в свойства основного цикла. В системном статусе мы должны увидеть сообщение и значение, что цикл остановлен. Для того, чтобы понять, перезапустился ли цикл или нет, нам надо открыть лог, где мы должны увидеть запись, что цикл перезапустился. По логам мы видим, что цикл перезапустился. Перейдем в раздел «Сервис», где мы также увидим, что цикл запустился, а в статусе системы значение должно измениться на зеленый. На этом все. Я рассказал, что такое циклы и показал, как можно ускорить перезапуск циклов. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки.